На проходной площадке нас, кроме охранников, встретил звук работающего перфоратора. Идет ремонт помещения проходной. А совсем недавно были отремонтированы раздевалки, где женщины переодеваются в спецодежду. Там сейчас чисто, просторно и светло. Правда, есть один факт, который однозначно оценить трудно. Душевая кабинка оборудована в противоположном от раздевалки краю здания. Но работниц цеха номер 15 это не смущает. Еще в распоряжении работниц охраны кухня и обеденный зал, где они принимают пищу, уютная комната отдыха. Она необходима, чтобы женщины смогли снять усталость, ведь теперь они работают в новом графике, сутки через трое. По-другому выглядит ситуация в цехе номер 30. Здесь тоже проведен ремонт душевой, но вот в раздевалке не повернуться. Так плотно поставлены ряды шкафчиков. Расширить бы помещение для раздевалки, да нет лишних метров. Нет лишних метров и для комнаты отдыха. По вот этой нашей комнате по приему пищи. Отдыхать нам негде абсолютно. Это ты в курсе. У нас все кабинетики заняты контролерами. Ремонт вот здесь вот мы просим. Нам обещают, по-моему, с 2011 года. Ну, сами видите, в каком состоянии все это мы здесь сидим. Воспользовавшись случаем, Елена Щукина озвучила и другие проблемы труда и отдыха работниц 30-го цеха. От 37-го цеха и до нашего цеха ни единой лампочки. Вот в такую грязь, там не видно абсолютно ничего. Ну и, конечно, просьба была бы, например, микроволновку поставить, потому что на плите очень долго. Даже разогревать. Холодильник, хотя бы маленький. Вот, ну, только пустая у вас. Да, это, ну, не так давно. Воду привозили недавно, но на выходные обычно воды не хватает. Мы катаем, мыть тележки. Она пустая, весит 250 килограммов. Ее пустую везешь с большим трудом. А если в двух таких тележек еще загружено 500 килограмм, представляешь, почему даже у мужчин дыхание прерывает. Потом пожелание. Вот видишь, у нас защелка какая лежит. Вот две железки. Окно у нас делается с прошлого года. То есть, практически, когда его поставили, какая-то неумеха сломала ручку. И вот так вот мы живем. Сделать его не могут. К слову сказать, заместитель начальника цеха Петр Исаев пояснил, что заявка на новую ручку уже подана, и скоро окно будет подчинено. Но и самим работникам стоит более бережно относиться к имуществу цеха. Ведь окно новое, и само сломаться оно не могло. Все замечания и положительные моменты, обнаруженные во время рейда, будут оглашены на ближайшем заседании профсоюзного комитета.